Добрый день, друзья! Продолжаем говорить о российском рубле. Но ситуация подходит уже к такой разворотной точке, к критической точке, я бы сказал, пружина сжимается до предела. Дело в том, что Центральный банк с начала года, с 9 января резко зажал рублевую ликвидность, то есть объемы внутридневного кредитования и кредитования срочного упали с 2 триллионов примерно до нуля. И, соответственно, мы видели вот это движение с 92 до 87,5 нашей валюты. То есть рубль по отношению к доллару укрепился. Я беру пару доллар-рубль, потому что это такая привычная индикативная котировка, индикативная пара. Так вот, вот это все привело к тому, что когда ЦБ ограничивает предложение рублевой ликвидности для наших банков, на межбанке возникает периодически, ну или так постепенно проблема и дефицит рублей, проблема с рублями. Ставки на межбанке растут, это хорошо видно. Ставка поднялась с 15, грубо говоря, процентов до 16, причем 16 это было позавчера. Сегодня пока не знаю, вчера были выше 16 процентов ставки, сегодня пока не знаю, какой уровень межбанковского кредитования. Но вот недостаток рублевой ликвидности заставляет банки забирать деньги с депозита в Центральном банке, а не часть средств держат там, потому что там высокая ставка в районе ставки ключевой 16 процентов. Но так как на межбанке уже дефицит рублей и ставки выше, скорее всего, будут 16 процентов, они забирают деньги с депозита Центрального банка. И вот эта ситуация, дефицит рублевой ликвидности, может в итоге привести к тому, что ставку на межбанке придется двигать выше 16. Задача и обязанности российского ЦНБ, для этого и существует ставка рефинансирования, если рынок межбанковский уходит выше, предоставлять рублевую ликвидность, увеличивать предложение рублей для того, чтобы ставки находились в той зоне, которую Центральный банк считает комфортной. На данный момент это 16 процентов. Так вот, если рынок уходит за 16 процентов, то ЦБ должен насыщать рынок рублевой ликвидностью. Или Центральный банк это в ближайшее время сделает, или Центральный банк этого делать не будет, надеясь на то, что рубль стабилизируется из-за того, что, собственно говоря, ликвидности не хватает рублевой. Вряд ли. Дело в том, что если ставки будут очень высокие, это начнет прямо отражаться на российской экономике. Ставки за 16, 17, 18, 20 процентов на межбанке заставят, усложняют кредитование, заставят даже предприятия, где есть свободный кэш, оперировать на межбанковском рынке, а не заниматься своей прямой деятельностью. Это такая спираль достаточно неприятная для экономики. Поэтому я все-таки думаю, благоразумие восторжествует, хотя мы не знаем до сих пор, что там в руководстве происходит Центрального банка. Благоразумие восторжествует и рубли Центральный банк даст в большом количестве. Тем более впереди у нас налоговые платежи. Предоставление рублей вызовет обратное движение, ослабление российского рубля. Ну и я вот на своем канале, закрытом, если кто-то хочет, можете по ссылке внизу подписаться. Об этом говорю, что вот ситуация развивается не в пользу нашей валюты. И даже в налоговый период, если ЦБ предоставит ликвидность, опять же вот эта зависимость, если дадут рубль в налоговый период, будет слабеть. Вот такая зависимость сейчас образовалась из-за операции Российского Центробанка. Ближайшие цели там равен 90, ну а дальше там 92, 93, 50. Вот это такая цель среднесрочная, которую я рисую. Напоминаю, есть открытый канал, который, так сказать, я веду, не только я, называется валюта рубль. Валюта рубль, валюта рубль латинскими буквами называете, набираете и по подписке, и по ссылке в Телеграме вы можете на него подписаться. Открытый канал, бесплатный абсолютно. И я еще напоминаю, что все операции связаны с криптовалютой. Это на платформе Bitbanker. Там вы можете покупить, поменять, перевести деньги, куда хотите. Вот это такие напоминания для зрителей, которые смотрят этот канал. Спасибо за внимание.